приветствую всех кто смотрит это видео на канале раиса горяченко дача сад огород и цветы в эти уникальные дни 10 солнечного месяца речь пойдет о подготовке к посевам семян и посадке растений однако видео не о семенах о грунте о живой воде которую можно и нужно заготовить именно в эти уникальные рождественско крещенские дни а начну эту интересную тему своих наблюдений в детстве мои родители начиная сразу после 1 января собирали дождевую воду если не было снега или же снег собирали и растапливали в летней кухне в корытах и тазах и заливали воду в разные емкости ценилась вся вода и даже та что капала при солнечных днях с крыши на мой вопрос зачем собираем воду папа говорил что это живая вода и она до последней капли не будет портиться даже летом ее мы использовали для мытья волос для купания а то что оставалось на дне шло на полив посевных рассадных растений уже в конце весны источник собранной воды истекал а я все ходила и присматривалась бидоном бочкам вода оставалась чистой и без каких-либо запахов потом я узнала что есть такой праздник крещения и священники с помощью серебряных крестов воду освещают и поэтому она не портится это я узнала уже в школе от учителей но всегда у меня все равно оставался вопрос как священник может одним крестом осветить всю воду в земле и на земле например в нашем районе также оставался неотвеченным и вопрос почему папа и мама собирали всю воду и растапливали с них с первых чисел января они только 19 января в день крещения и вся эта вода у родителей называлась живой папа с мамой так и не смогли ответить на мои вопросы они просто знали что это живая вода ее надо собирать и об этом они слышали от своих родных и близких прошли годы и только недавно стала доступна информация о наших далеких далеких мудрых предках которые жили по солнечному календарю они всегда отмечали новый год в период зимнего солнцестояния 22 и 23 декабря и везде вода 22 декабря аномально меняла свои свойства успокаиваясь не на час как это происходит ежедневно а замирала сразу на 6 часов при этом ситуация повторялась спустя каждые 27 дней когда солнце совершала полный оборот вокруг своей оси 18 января канун крещения как раз и приходится на начало нового солнечного цикла получается что в рождественской крещенский период идет перестройка межпланетных магнитных полей и электроны воды каким-то образом примагничивается к земле и ученые уже наши современные изучают тщательно эту живую воду пришли к выводу что крещенский сочерник вода на планете меняет свои свойства и это связано с положением земли планета попадает в точку где сильным оказывается воздействие внешних потоковых частиц вода реагирует на них и изменяется меняется полярность и энергия поверхностного натяжения проще говоря она становится мягче любая вода причем из любого природного источника в то ли озеро то ли река то ли колодец и даже из водопроводного городского крана причем эта вода может долго сохранять свои свойства если ее изолировать то есть набрать в любой сосуд обычно вода становится особенной примерно с 18 часов 18 января и сохраняет свои свойства до обеда 19 января потом вода в реках и других крупных водоемах становится обычной живая вода рождественской крещенского периода очень ценная для выращивания растений я собираю ее в бутыли при наличии дождя или питания снега если воды много то понемножку поливаю землю в теплице знаю что эта вода пригодится мне и при посевах и при высадке рассады много ее не соберешь осадки у нас не очень часто сейчас но она имеет такие уникальные свойства что достаточно залить полулитровую баночку в 100 литровую бочку воды чтобы эти все 100 литров стали живыми живой водой эффективно живая крещенская вода при замачивании семян я это уже испытал и поэтому об этом рассказываю в таком случае не нужны ни марганцовка не перекись водорода мне нравится увлажнять этой водой живой водой крещенской почву в которую я сею семена томатов перца баклажанов огурцов и других овощных растений а еще крещенские дни я просто набираю свободную посуду воду из колодца два года назад впервые провела свой эксперимент с водой заполнивки и 6 литровые пластиковые баллоны из-под воды вода остается до сих пор чистой прозрачной без каких-либо запахов и остается такой же вкусной особенно мягкой это видео с информацией о живой воде преднамеренно выставляю заранее до крещения у каждого садовода и огородника должен быть свой запас крещенской воды с любого источника эта вода пригодится уже в ближайшие месяцы при посевах при укоренении черенков при высадке рассады и любых других растений в грунт и помните что это важнейшее дело нужно проводить в позитивном радостном настроении вся информация с нашего мозга записывается водой я рейса горяченко поделилась своими мыслями о живой крещенской воде чтобы вы уважаемые садоводы и огородники к началу посевных работ имели хотя бы небольшой запас этой уникальной живительной субстанцией вам не надо собирать снег или воду а просто надо набрать обычную на первый взгляд но живую воду с водопроводного крана или колодца после 18 часов вечера 18 января и до 12 часов дня 19 января также для этого не надо идти в церковь чтобы священник и и осветил она в названное время уже освещенное нашим солнцем источником жизни на земле всего вам самого доброго и Продолжение следует...